Ребята, всем добрый день! Вы на канале Пиратская жизнь, с вами Коксана Нина и Палыч. Смотрите, ты сегодня говоришь? Скажи слово! А? Палыч, ты сегодня разговариваешь? Когда я ем, я глухо не ем. Ладно, ребят, у нас сейчас, смотрите, у нас сейчас завтрак, он же обед. Смотрите, бутерброды с красной рыбой. Хотел сказать, с красной икрой, да. Вот, у нас остаточки оливье. Я пожарила яичинку глазунью, что-то захотелось. Вот, и у нас очень вкусные вот эти вот сардельки, они же сосиски аппетитные. Кстати, знаете, вы просто прям подсели почему-то на них. Мне прям очень понравилось. Они такие нежненькие-нежненькие, прям, знаете, зажарила сейчас яичинку, прям, знаете, до корочки. Но желточек, в общем, остался жиденький. Красота, красота. Всем приятного аппетита. Ладно, тут уже, смотрю, горчички нафигачим на сосиске. Тоже хочу немножечко. Он уже сходил, уже все их экзамены частично сдал. Молодец. Встал с утра пораньше, уже все слетал, уже все сделал. Молодец. Умница, дочка, сын. Сына, дочка. Сыночка. Молодец. Так. Вот это, кухню смотрим. Слушай, а это новое сезон, что ли, да? Тут же сейчас вроде как это, кто знает, скажите, пожалуйста. Сейчас, по-моему, вот какой-то новый сезон, что-то типа кухня. Война за отель. Мы это не смотрели. Просто очень. Строение отличное. Вот у меня лично вообще шикарно. Намылось, кстати, кстати, на содержитую информацию. Завтра иду, стричься. Да-да-да. Я вот не знаю, так вот, стригать мне свои бакенбарды или стригать. Как считаешь? Ну ты как считаешь? У меня сделать вот симметрично или асимметрично? Баки как у хромой собаки. Самый-самый-самый у меня критик, вот, любимый. Эти брови сейчас пострюгу. Боже, будешь упендриться, я тебе брови пострюгу. Вот будешь спать, а я тебе буду стричь брови. Я, честно, не знаю, не знаю, как завтра пойдет, как настроение будет. Завтра будет красиво. Ммм, стреляла самолетом. Как всегда, знаете, смотрю на небо, там самолет летает. Сейчас, короче, листала в социальной сети, наткнулась на этот, там, ну, рекламу вообще. По-моему, что предлагали? А, предлагали Крым. А, не Крым, не Крым, а Сочи, Сочи. Вот, короче, предлагали Сочи. Каши с поляном. Угу, на Новый год. Даром почти. За 7 дней. Самый дорогой тайм. Прошу заметить, на завтраках, на завтрак. Там какой-то отель 5 звезд, я не понял, как называется. Короче, 658 тысяч, ребята. Это просто вот прям, у меня просто вот глаза из арбит резут. Это просто жесть. Представляете, 658 тысяч, это за неделю. Это за неделю, да, это чисто завтраки. Еще, завтрак у меня просто. Чертва творилась. А так, он там сам дешевый, что 180, что-то вар. У меня вообще-то, когда-то. Ну, копейки, на. Вот такая жесть. Тяж, как ни крути, самый практически дорогой отдых у нас в России. Опять же там, знаете, Мальдивы, да, то есть там, сначала, там, отдых в Сочи, а потом вот для отдыха на Мальдивах. И сможешь Мальдивы там за 130 тысяч, и сможешь вот это вот в Сочи за неделю, за 600 тысяч, и думаешь. Выбор очевиден, еду в Сочи, да. Лучше на Мальдивах. А Занзибар, кстати, вообще сейчас прям, там чуть ли не 80 тысяч продают, чем за 10 дней. Тоже с завтраками. Да, только там нужно учить, там еще. Вот, в отелях некоторых, это туристический сбор бюро. Это в Занзибаре? Да. Или еще что? Один долларов за день. Ой, один доллар за день. У нас, подписчики наша, императрица. Вот. Она была Занзибаре, вот мы с ней сейчас болтали, и тогда, ну, как, ну, ночью. Сейчас она не спала. Вот. А она сказала, что там здорово. Но она сейчас советует никуда не летать. Потому что, ибо, ибо, вот эта жопа, всякими ковидами. А сейчас сам раз говорю. Это лавана. Начал кашлять ни с того, ни с чего. А сейчас сейчас влежала, и ты не кашлял ни суда. А сейчас уже кашлял, значит. Не знаю, что любить. Чем будем готовить? Не знаю, только готовить для какого канала. Для этого или для того. В принципе, там осталось уже совсем чуть-чуть. До монетизации там, я думаю, один-два рецепта еще выложить, и уже можно будет монетизацию подключать. В принципе, это здорово. Ну, конечно, долго-долго это все раскручивается. Как мне говорили, что конкуренция в кулинарных каналах там дичайшая. Крупный канал уже более крупный. Начинает крупному готовить. Там тушку барана. Надо какой-нибудь, да, тоже купить что-нибудь такое. А, сетрину. А, спаджи плавает там. Как-нибудь его запечь. Ну, у нас обычный рецепт. У нас домашние рецепты. Для обычных людей. Не для тех, кто может позвать все в Сочи за 600 тысяч. Я просто лежал и думал, вот, меня просто покажите этих людей. Просто покажите мне этих. Я просто хочу их видеть. Кто эти люди? Что, может быть, позвольте за 600 тысяч Новый год отметить? На завтраках. Где эти олигархи? Честно, мне кажется, даже если бы Магаси позвольте, я бы, не знаю, что тысяч за неделю. Как-то у меня сказал, там, а другой. В плане того, что, не знаю, я как-нибудь отложила, сберегла. В конце концов, даже, мне кажется, что тысяч. Курша или, наверное, дешевле будет? Да, ну, блин, я бы лучше, не знаю, какой-нибудь фонд бы отдала деньги. То есть, ну, помочь детям, там, или еще что-то. Ну, блин, 600 тысяч за неделю. Не знаю. В общем-то, мотель-то, ну, не такие уж, прям. Супер-пупер. Ну, что, как я делаю? Это уже не этот. Какая-то другая. Третья при прикалываться, что-нибудь меньше. Получается, мы это не смотрели. Это вторая часть. Там этот же выиграл отель. Нет-то его отель. Надо, значит, это, скачать, посмотреть. Сейчас мы дам. Что-то, что-нибудь знал, да? А, мы сейчас это, короче, смотрим, это, иванько. Кстати, прикольный сериальчик. Дай мне салфочек, пожалуйста. Прикольный сериальчик. Мне, кстати, очень нравится. Он такой, знаете, простой, простой. Да, иванько. Ну, иванько, иванько, иванько. Ну, по сути, там... То же самое. Ничего нового. Кто ты? Да. Вон тут поросенок у меня тут сидит один. Хрюшка. Вредно? Хрюшка. Угу. Готово. Угу. 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 Какие сейчас все из сериала? Вроде бы никаких 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 не делают, да? Ну вот там. Почему? Так, ладно. Я, короче, переключаю, потом посмотрим. Я его скачаю, мы посмотрим. Чем тут еще? Женский доктор, гадалка идет. На ножах. На ножах, кстати, прикольней. А мы что тут? Угу. Когда делают. Делают хорошие рестораны. Ивлер. Угу. Угу. Что они делают? Что они делают? Что они делают это? Я фибридинг. А что ты вчера на канал наткнулся, который там рассказывал про участников кухни? Почему? Угу. Угу. Там, короче, рассказывает про судьбу. Про участников. Да, про участников. Да. Куда они потратили деньги, где сейчас и так далее. Не, ну вот этот парень-то, который с одной ногой-то молодец. В принципе. Он не стал работать у Ивлева. Я его говорю, я его нашла в Инстаграм. Он же там, это, развивает сейчас. Очень неплохо. Ну, он в Инстаграме сейчас это, как сказать? Они с девушкой сейчас. Он сейчас костя под бураком. Под бураком? Да. В кише. Рецепт идет, стоит, улыбается, режет. Так. Да сейчас, знаешь, это, в интернете-то, практически, много кто, у кого там всякие идеи, там, заимствует и так далее. И, знаешь, ты из-за разряда кто-то взял идею, немножко ее переделал и, по сути, уже какая-то другая идея. Он, по сути, не безучился на поваре. Да. Ну, он так сам, внешне такой же, симпатичный, миловидный, прикольный парень. И, кроме всех, это был. Бараш? Угу. Бараш такой. Потратил денег сразу. Побежал на телефон, покупай. Айфон. Айфон прибрал. Купай. В Беларуси, видимо, нету. Угу. 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 На. Угу. Как я слышал, ну, так же ему видео, так вот наанівюк, Тубику… Угу. Да. Он купил себе, типа, приставку, PlayStation, сосредней. Как раз, тот, молодой. Он тут хочешь, он молодой. Угу. горячий раз и побежал я сама такой же человек резкий дерзкий у меня бывает такое что я скажу потом подумаю ну кстати до спорта работает у юлева в москве там бриз стороне у молодец здесь у меня такая горячая нет у меня холодной головы иногда могу горячий голод такой наговори тут не стал работать как раз из-за рутины застал работать отказался на любая работала как понимаешь и имеет свои подтексты имеется виду ну скучно то что . нити и за дня в день хочется чуть какой-то один какой смысл том что он принял сейчас полностью никого ни от кого не зависит он сейчас снимает варьбаре канал свой ведет свой канал не газета что хочет да по сути значит это экспериментирует он ни на кого не работает сейчас вот это идеально когда ты работаешь там на себя и первый выиграл девушка видео даже даже если бы он стал шеф-поваром там уявлено все равно бы он работал под началом или шеф-порт ну суши да то есть я тебе говорю что все равно был это сказал бы что над ним кто-то давлеет а тут он грубо говоря сам себе парень отработал у юлия сколько-то дом ушла ушла и дальше учиться то есть ей как я сказал он не хватило в ресторанах и влива развитие то есть получается за кадром так он такой же жесткий переговор еще жестче тем как говорят что шеф-повар должен быть он не такой как пока он еще жестче чем на адской кухне много справедливые если это лайк то дело в принципе так все делают как я всегда говорила что главное что человек не делает зла а уж какой он вспыльчиво не вспыльчиво или это все люди разные всегда служил те кто брали божьем тем где-нибудь слушать они будут тебя слушать его профессия конечно нужно авторитет как ни круче так давайте попробуем путем йоды с рыбой с рыбой красной и бушкой до красной и бушкой она прям нежненькая вот это есть кафе прям нежная и нежная рыба в кафе интересный концерт интересный типа здесь овощи либо сделан подвиг этого как как сельский дом не заходишь как фермерский двор ну да там лежат овощи свежие вообще если так делают то обычно их используют их нужно постоянно пополнять то есть он свежий надо быть нас примерно курица не было рыбить телега кстати есть такого дела когда практикует когда ты хочешь что лежит либо свежее мясо свежими овощи не знаю не блин видел а вот рыба морепродукты да их выкладку буквально на пару часов и не и не очень много то есть то что выложено это можешь как заход посетителя битом рыб какая-то осталось мне заказать всем бурить голова тела чап пробует креатив будет вообще разнесет это все надирать убрал теперь буду перенады придется то пустя чего пол году попробуем нам прям эти нежные нежные там наслажды вам свежим но она у них прям лежит долго время это вот прям нижний на кубе наслова и по соленый лишь слегка всем как ее делать это видео как сушистый делать у нас пласт сделать кости вытаскивают здесь были косточки потом какие эти прям я что-то такими пластами тонкий нож такой длинный вот такой какой-то как типа наш вот это это только длиньше и тоненьким я вообще кстати дать удивлялась вырезает вот мышь какие-нибудь выпуске до чтобы тоньше было не еще как делать они этот пласт это супер морозку блин засовывать минут секунд там блин 30 где-то она вверх под под подмораживает прям это конкретно так нормально так и прям тоненько-тоненько не так и режут пласты потом значит эти пласты ложат в противень сливает холодной водичкой 2 2 ложки соли и это и две веточки это дружки полочки 5 и на сутки оставляет даже рассказал поменять о солен тут не хочу ты будешь но не так делал где быть не получался пацаны да спасибо спасибо мне хорошо хорошо мне нас хоть погулять с не хочу сразу хвататься за готовку собирать на своем погуляемся там уже был вечер черакте сходили все дела сделали забыла рассказать зашли в один банк который там точно было сделать так ничего не понравилось обслуживание вообще ужасно какие-то все-таки злые на вопросы не отвечают раз он меня удивляет что в россии у нас зачастую как гнать вот людей будет по внешнему виду то есть если ты придешь на норковой шубе тебя что мы-то оближут сверху доню даже если ты будешь кредит брать если вы шаги скромно с тобой как-то будут обращаться как-то есть такая у нас россии черта что был приходишь нам либо магазин за счет по одежке на хотя вот европе вот я даже вот общалась с людьми которые в европе стоят а там пофиг вообще там там хоть бомж пускай за за приходит это отношение будет одинаковое одинаковое отношение будет и для нас никогда не знаешь кто это человек вот эти забрали ницей их это учат не будет судить это том что этот красот не из не судить обе человеке как он одет он он может быть одеты в лохмоте еще во что-то но это может быть очень 5 и поэтому их там кучу не глядеть на внешний вид так вот при общении просто у меня вроде как это все обслуживал это главный менеджер это получается что если главный менеджер такая вот знаю то проехал просто я говорю так что вот видите у нас тут бывает такое что где-то вот нормально ведут себя где-то не очень и вот просто когда с таким вот отношению сталкиваешься как ты уже даже и думаешь может нафиг все люди разные конечно может не было плохое настроение вообще мне кажется тут вся вот эта пандемия вся вот эта вот к видная фигня как бы она просто всех давлеет над людьми и все нервные и такие вот напряженные 0 в случае как бы спасибо за обслуживание все ладно пускай вам доедать спокойно бусерброд всем огромное спасибо сейчас пойдем прогуляемся с вами потом будем готовить ну и как всегда всем хорошего настроения и пусть ваш день будет самым замечательным всем пока